Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать события фундаментального характера, которые влияют на динамику тех торговых активов, составляющих основу нашей спекулятивной каждодневной торговой деятельности. Сегодня мы подводим итоги заседания американского регулятора. Сразу можно сказать, что не так страшен черт, как казалось. Мы ориентировались на очень мощную динамику, потому что все-таки мы ждали решения по непосредственно самому снижению процентных ставок. И мы ждали, собственно, комментариев Павла о том, как будут меняться ставки до конца 2019 года. Очень хотелось, конечно же, получить много сигналов и комментариев, которые указывали бы на какое-то беспрецедентное для Федрезерва смягчение экономической политики. Но эти ожидания, друзья, не оправдались все. В общем, про ФРС поговорим чуть позже. Давайте не будем нарушать привычный сценарий. Начнем мы с нефтянки, которая продолжает снижаться и радовать тем самым продавцов. 63-65 – это текущие котировки по Brent. Напомню, что распродажи начались не только вчера. Мы, в принципе, их наблюдали еще и в ходе торговой сессии вторника. Уже сейчас можно сказать, что продавцам удалось компенсировать и вернуть часть оппозиции, которые урвали у них с покупателей в ходе торговой сессии понедельника. В частности, почему нефт снижается? Потому что Министерство энергетики Саудовской Аравии сделало заявление недвусмысленное, недвузначное о том, что они восстановят уровень нефтедобычи в кратчайшие сроки. В частности, понадобится на полное восстановление инфраструктуры и возвращение к прежним уровням нефтепроизводства около трех недель. Соответственно, риски тут же в моменте того, что рынок окажется в состоянии дефицита предложения, утратились, и рынок более перестал обращать на это внимание. Потому что даже на протяжении вот этих трех недель резервов и запасов Саудовской Аравии будет более чем достаточно, чтобы покрыть все экспортные обязательства. И дать партнерам столько нефти, сколько обязана была дать Саудовская Аравия, если бы не случился вот этот вот инцидент с нефтяной инфраструктурой Сауди, а рамка в результате которого производство нефти в Саудовской Аравии снизилось практически вдвое. Текущих запасов хватит на покрытие всех контрактов по экспортным поставкам в течение 35 дней. Поэтому если сопоставить те сроки, которые обозначила Саудовская Аравия на восстановление инфраструктуры 3 недели и того, сколько у них есть нефтепродуктов и нефте в хранилищах, срок покрытия этих контрактов 35 дней, получается, что действительно не нужно пока паниковать из-за риска нехватки предложений на глобальном рынке. Но, друзья, я повторяю, что ближневосточная тема останется центральной. Ее не нужно отпускать, потому что на текущий момент, даже на фоне таких комментариев, мы можем говорить о проблемах с безопасностью инфраструктуры и, как минимум, обсуждать тему, связанную с поиском виновников этого теракта. Напомню, что Эр-Риад буквально позавчера сделал заявление о том, что у них есть доказательства того, что к этому причастен иранский режим. Штаты тут же, скажем, зацепились за этот комментарий, тем более, что они за некоторое время до этого транслировали идею того, что именно Иран виноват во всех тяжких, которые случаются на Ближнем Востоке. Помните, инциденты многомесячной давности с танкерами. И сейчас для них повод как раз усилить вот эту вот агрессию против иного исландского государства. Поэтому я обращаю ваше внимание, что в ближайшее время на рынке произойдет некоторая подмена регионов, которые окажутся в центре внимания. Вот в Саудовской Аравии мы переключимся на Иран и будем ждать и следить за тем, как США решат воздействовать на иранское государство. Я думаю, что это как минимум усиление санкций, которые скажутся еще больше на объемах поставок, то есть они просядут еще значительнее и скорее всего придется вернуться опять же к проблеме недостаточного предложения. Поэтому если еще терпится, скажем так, я понимаю, что рынок нефти очень волатилен, хочется уже поторговать, но все-таки рекомендую рассматривать этот сектор только с точки зрения длинных позиций. Ну а лучше пока ситуация остается нестабильной, пока вообще в него не ссуваться. Доллар иена 107.86, сейчас мы снижаемся. Я сегодняшний брифинг, пожалуй, назову следующим образом, что ставка вниз, а доллар вверх. Это так в моменте мы видели по реакции трейдеров на итоги заседания американского регулятора. Но это тенденция локальная, друзья, она вряд ли будет иметь какое-то долгосрочное продолжение. Я уверен, что если Джером Паул вчера не воспользовался той возможностью, которая у него была, немного наладить отношения с Трампом, учитывая критику американского президента в адрес ФРС в целом, который обвинял их в бездействии, считал, что ФРС называет ФРС и лично Джером Паулу главной проблемой американской экономики. Джером Паул этой возможностью не воспользовался. Поэтому, как и я отмечал ранее, друзья, если ФРС самим решением по ставке и риторикой не приведет к снижению курса доллара, то будем ждать словесных интервенций со стороны Трампа, который должен выступить хотя бы через свой твит и снова дать нам надежду того, что ФРС будет все-таки более агрессивно действовать в плане смягчения экономической политики. Поэтому по доллару и иене, как и раньше, друзья, у нас идея остается о продаже, то есть мы ставим на снижение курса доллара против японского конкурента. И поскольку мы ориентируемся на то, что доллар должен слабеться, я сохраняю длинные позиции по золоту. Мы, в принципе, продолжаем топтаться рядом с отметкой 1500 долларов за тройскую унцию. Особо ситуация не изменилась, но ничего страшного, ждем дальнейший рост. Евро против доллара 1.10.37. Два дня, в принципе, я даю еще европейской валюте, чтобы доказать свои намерения отработать логично тот фундамент, который сложился еще на прошлой неделе. На фоне новых экономических стимулов европейская валюта должна была серьезно ослабнуть. Даже вчера вышли данные по инфляции, базовой и основному показателю индекса потребительских цен. Статистика в целом разочаровала. Это еще раз оправдывает прошлые действия ИЦБ по перезапуску программы количественного смягчения, снижения процентной ставки и нового раунда операции ТЛТРО. Но евро настойчиво держится выше отметки 1.10. Если, соответственно, до конца этой недели мы не увидим пробой уровня 1.10, как и отмечалось, я в понедельник дам вам, друзья, рекомендацию, откуда можно будет покупать главный валютный риск. Доллар канадец растет, это то, что нам и нужно. 1.33 фактически вот уже сейчас. Поддержку нашей идеи оказывает снижение цен на нефти. И данные по индексу потребительских цен, которые вышли вчера, базовая инфляция 1.9% с 2%. Основной индекс потребительских цен также спад до 1.9% с 2%. Соответственно, слабая инфляция – это еще один сигнал, почему канадский регулятор будет также действовать в плане смягчения экономической политики. Ждем заседания и его. Соответственно, ориентируемся на то, что пара такими вот стараниями доберется до отметки 1.35. Австралийство против доллара также снижается. 0.6784 уже сейчас. Накануне, во вторник, Резервный банк Австралии анонсировал, фактически, октябрьское снижение процентной ставки. Был дан комментарий, что точно в октябре ставку снисет, если разочаровать данные по рынку труда. Несколько часов назад вышел отчет по данному сектору австралийской экономики. Уровень безработицы вырос с 5.2% до 5.3%. Это в соответствии с ожиданием. И хорошо, друзья, потому что теперь мы точно знаем, что австралиец завершит текущий месяц, я думаю, что ниже отметки 0.67. По фунту ситуация не меняется. Сегодня супердень для британца, потому что решение по ставке, объем выкупа активов, протоколы, пересмотр прогнозов экономического роста. Поскольку у нас уже все регуляторы, за которыми мы следим, начали смягчать экономическую политику, осталось только дождаться такого же хода со стороны Банка Англии. Соответственно, при намеках на том, что и он также будет стимулировать экономический режим, против фунта будут действовать не только уже политические риски, но еще и перспективы смягчения политики. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.